Люберецкие спортсмены вернулись с 24-го всероссийского турнира по тяжелой атлетике, посвященного памяти заслуженного тренера РСФСР Бориса Шестолюка. На соревнованиях, которые прошли в Сургуте, выступили более 350 спортсменов из 10 регионов. Городской округ Люберцы представили 14 человек. 8 из них показали отличные результаты. Тему продолжит Богдан Колесников. Сегодня тренировка у нас посвящается 10-летнему юбилею воссоединения Крыма с Россией. Все, начинаем тренировку по помостам. Обычные занятия тяжелой атлетикой проходят 4 раза в неделю. За месяц до соревнований силовые тренировки сокращаются. Спортсмены снижают вес штанги, оставляя несколько вспомогательных упражнений для становой тяги. Всероссийским соревнованиям, которые прошли в Сургуте, люберецкие спортсмены готовились основательно. Мы уже четвертый год там. С каждым годом там уровень растет. И проведение, и уровень спортивных результатов. Ребята у нас растут, добавляют постоянно. И в этот раз поехали, съездили неплохо. У нас получаются 4 золотые медали, 3 серебряных и 2 бронзовые. В секцию тяжелой атлетики принимают детей с 9 лет. Но бывает исключение. Мастер спорта Дмитрий Абрамсов приходит на тренировку вместе с 6-летним сыном. Илья выполняет упражнения на выносливость и развитие силы воли. Ему есть на кого равняться. Отец – многократный чемпион России. На соревнованиях в Сургуте снова завоевал золото. Настроился, собрался и приехал на соревнования не думать не о месте, а думать «ты и штанга». Все. 20 лет в спорте, ну сколько, их очень много было в соревнованиях. Веса растут, достижения есть, впереди еще много новых местов. Не останавливается на достигнутых результатах и мастер спорта России Кирилл Воронков. В детстве занимался гимнастикой и беговыми лыжами. В 17 лет увлекся тяжелой атлетикой. Накануне я тоже вернулся с российского турнира. Занял также первое место. Но это далеко не первая моя награда. Тяжелая атлетика является для меня образом жизни. Занимаюсь я уже порядка 7 лет. Это стабильно. На протяжении 7 лет это тренировки. В понедельник, в пятницу это стабильно. Стараемся не пропускать. Тренировочный план все выполняем. Ну и естественно приятным бонусом всего этого становятся вот такие вот золотые победы. Началась подготовка к очередным соревнованиям. В апреле тяжелоатлеты выступят на чемпионате Московской области. А в конце мая во всероссийском турнире «Янтарная штанга» в Калининграде. Соревнования – это не отремевая часть тренирующего процесса. Ради этого мы все здесь и тренируемся, занимаемся. Как говорится, они проливают литры пота и крови здесь. Соревнования – это, так сказать, мерила нашей всей работы, проделанной в зале. В секции тяжелой атлетики и спортивной школы Олимпийского резерва занимаются 76 человек. В их числе два мастера спорта международного класса, 13 мастеров спорта России и 9 кандидатов в мастера спорта.